Всем привет, добро пожаловать на мою фитнес-кухню. С вами Саша Браун, фитнес-инспектор. Итак, сегодня мы поговорим о брокколи. Очень хороший, полезный продукт, бодибилдерский продукт. Ну что, как вы знаете, видели, очень многие бодибилдеры практически сидят на этом овоще, и не зря. Потому что этот овощ, кроме низкой калорийности, всего лишь 34 калории в 100 граммах, имеет высокое содержание белка. Что нам очень нужен, потому что, опять же, белок – это строительный материал для наших мышц. То есть, да, не зря это бодибилдерский продукт, потому что практически 3 грамма белка находится в 100 граммах брокколи. Кроме того, очень низкокалорийный, в принципе, вкусный продукт, если его приготовить правильно. И также, так как имеет высокое содержание клетчатки, он вам помогает очищать ваш кишечник от всего лишнего. И особенно при высокобелковой диете нужна клетчатка, нужно большое содержание жидкости и, в принципе, овощей, хороших зеленых овощей, которые будут вам помогать этот протеинчик проталкивать через ваш организм. То есть, брокколи очень полезное, но дело в том, что до некоторого времени я практически не употребляла этот продукт у себя в моем питании, так как из-за высокого содержания клетчатки этот продукт может вызывать брожение в вашем кишечнике, не очень приятное ощущение, вздутие живота. И, естественно, когда у вас вздутие живота, тренировки не очень приятно проходят и не совсем хочется одевать что-нибудь в обтяжечку, потому что это пузо торчит. Поэтому с некоторых пор я убрала этот продукт из моего питания, ела просто любимую мою споржу, цукини, кабачки, но не брокколи. Но вы знаете, с некоторых пор уже начала опять вводить иногда в мое питание брокколи, но вечером, когда я знаю, что я больше никуда не пойду. И это то, что я советую другим сделать, потому что очень многие девчонки жалуются, что очень часто бывает вздутие живота, какое-то неприятное газообразование и неприятные ощущения в кишечнике. То есть я советую иногда просто убирать из вашего питания буквально по одному продукту. И так, в таком случае вы найдете, какой продукт вам делает вот эти неприятные ощущения, раздражение кишечника или желудка. Так я нашла то, что я не могу, допустим, есть молочные продукты или там мучные продукты. И также нашла брокколи. Когда я просто убрала этот продукт из моего плана питания, я поняла, что я намного себя лучше чувствую и поэтому начала избегать. Хотя и да, он очень полезный и бодибилдерский, так сказать, овощ. Но я его не ела очень много лет, но вот немножко сейчас пристрастилась, поэтому очень люблю брокколи. Ну, уже на вечер я ее оставляю. Как приготовить? В принципе, я просто ее отвариваю или в стим, то есть на пару готовить или просто отварить, водичку слить. Иногда запекаю в духовочке, тоже очень вкусно. И один еще из моих любимых рецептов – это брокколи и авокадо. Такая смесь. Будет получаться очень вкусно, низкокалорийно и полезно, так как овощ и авокадо – полезные растительные жиры. Этот рецепт вы увидите в моем следующем видео. И я знаю, вам понравится, будет очень вкусно. Так что для похудения отличный продукт, только если у вас нет именно вот этого ощущения брожения в кишечнике. При наборе мышечной массы – да. Опять же, если нет ощущения, что он раздражает ваш кишечник. И при подготовке на соревнования – естественно, да. Опять же, если он не раздражает ваш кишечник. Так что питайтесь правильно, оставайтесь в форме и добивайтесь ваших физных целей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok